Я постричала его веснули. Он был художник, почти известный. Мы целовались с ним по сосну, но женился, как он учился. Он пил не в ногах, он был не грубый. Такое счастье лишь раз бывает. Под носом ущала, почистить зубы, вечно тюбы не закрывали. Но я внимания не обращала. Такой мужчина в милоком тазе и все баба в нем упрощала. И даже тюбик, будь он не ладит. А он рисунок, сказал в нерваху, что вдруг обнимет зубы, говорит Иванович. Кто вдруг проказник затащит ванну? А там открытая зубная паста. А я, как дура, носки стирала, в бульон ложила бульонный кубик. Ну я просила, я умоляла, почистишь зубы, закрой, блин, тюбик. А он, скодина, ну как нарочно. Все это глаша, говорит, второстепенно. Скажите, бабы, ну разве можно любить и гадить одновременно? И я от злоси ушла к соседу. В ветер соседа вставная челюсть. На полке тюбик от блендомеда лежит закрытый. Какая прелесть! Че ты кинул, не дашь? Все, продолжаем. И еще хотим дальше слушать. Что там в соседе? Ты же окончательно не закончила. Я же сказала, ушла к соседу. Это и все, что ли, в наше время? Ну и ушла, а дальше что-то у него не было. И что дальше? Жизнь сейчас встает. Не, Лора. У него тюбик. Ты, короче, должна нам. У него челюсть кинулась. Ты нам должна еще 10 минут этой оперы. У него тюбик не убирает. Хорошо, что челюсть кинулась продолжим. Не, я понимаю, у соседа там челюсть. Тюбик закрытый. Да. Крышку унитаза он подымает. Она с ним, он куда сданывает. Прокажу. Не, не, в наше он умный, да? Он что-то дальше идет. Не, не было, не было. Ему с крышкой унитаза еще не хватит. Я не знаю, что у соседа, он не поднимает. Ты заколебал, почему ты не опускаешь. Ты подымаешь, а потом не опускаешь. Я говорю, в смысле, блядь. Ты радуйся, что я подымаю вообще. Тебя надо приопускать. Да, я говорю, а ты будешь опускать. Я прихожу, а она, блядь, непонятна. Говорю, почему не подымаешь. А на мне смысла, грифы не попадают. Потому что крышка на сайте. Смысл поднимать, блядь. Тюбик это вообще, это вторая. Не про крышку, а про стульчак. А вот стульчак это на взор.